Дорогие друзья, мы здесь присутствуем вживую, и у нас есть гости виртуальные. И по возможности мы, конечно, всех постараемся услышать. И у нас есть заявленный спикер Сергей Александрович, поэтому Сергей Александрович готовится высказаться так мощно, остро, как он это умеет делать. Я очень скромно. Присутствие в отсутствии. Владимир Иванович, тема для вас тоже, наверное, интересная и важная. Мы тоже с радостью вас услышим, если вы захотите сказать. Дорогие коллеги, наши магистранты, которых я тоже пригласила к участию, надеемся, что вам покажется наша дискуссия интересной. Вот, собственно говоря, первый тезис, с которого, узурпируя ситуацию, поскольку я тут одна из ведущих, начну я. Вот знаете, дорогие друзья, мы живем в истории, понедельник начинается в субботу. Вот вы проснулись все сегодня утром, посмотрели в зеркало, что-то вы там увидели. Скорее всего, вы увидели свое обычное лицо, а вдруг, вот завтра вы просыпаетесь, а в зеркале видите киборга, человека-насекомого. Помните Кавка «Превращение»? Вообще-то такое может случиться с каждым, говорит Кавка. В конце концов, чужого. Вдруг за эту ночь в ваших генах что-то произошло. Генетическая память выдала новое произведение. Парадокс нашего времени сегодня заключается в том, что нам-то кажется, что мир продолжает двигаться в какой-то логике. Вот мы ощущаем, вот я, Дмитрий Кириллович, да, вот я встал, утром умываюсь. А на самом деле это уже не Дмитрий Кириллович. Дорогие коллеги, давайте начнем вот с такого парадоксального тезиса, что мир уже изменился, мы просто не понимаем, что сейчас происходит, и мы просто по привычке движемся и думаем, что мы знаем этот мир. Вот какое у вас бывает ощущение по утрам, когда вы просыпаетесь? Знаете ли вы этот мир? Нет, ну это такой сложный очень вопрос. И так я думаю, тут более кого-то. Вот в Альгарии можно что-нибудь лучше сказать. Это зависит от прожитого дня, от состояния, от прожитого дня вчерашнего, что я думаю по утрам. Ну в целом, конечно, я о вас думаю, о всех присутствующих, об Академии, сразу первые мысли мои. А по поводу того, что мир постоянно меняется, ну так это, ну в принципе, да, сейчас скорость, конечно, перемен стала более значительной. Такой, как Токлер пишет, шок будущего все время, что-то раньше дольше тянулось. И в этом смысле, если раньше ждали конца истории, что вот это в какое-то время произойдет, то сейчас вот она быстрее заканчивается. Ну мы понимаем, конечно, что конец истории, это вовсе, ну как в современных дискурсах, это вовсе не библейский конец истории, это, конечно, что-то такое в рамках утопического мышления, когда вот ожидается, что вот закончились все эти суета событийные, и вот мы пришли к некому там коммунизму, царству свободы на земле, как или технократической вот этой обществе. Сейчас, конечно, это быстрее. Ну вот если пойти от слова «мир», может быть, мир уже изменился, а мы еще этого не понимаем. Я бы по аналогии с Максом Планком, помните его знаменитое высказывание, «Никогда не бывает так, что представители одной теории победили представителей другой, бывает так, что представители одной вымерли». Вот мне кажется, по аналогии с Максом Планком, можно было бы сказать, или я думаю, что мир — это ведь тот способ или тот проект, который мы реализуем, но вот как раз своими, в том числе, каждодневными практиками. Вот я встал, действительно, пошел к зеркалу, что-то там узнал или не узнал. Опять же мы помним, скажем, опыт Фрейда с купе, когда кажется, что зашел какой-то старик и хочешь сказать, что ты ошибся, и вдруг понимаешь, что смотришь в зеркало, и это вообще-то ты сам. О чем ты стал думать, как говорит Дмитрий Кириллович, действительно, об академии, о предстоящей конференции, о других людях и так далее. И так далее, и так далее. Ну, конечно, да. И вот в этом смысле, да, все это думание, оно каким-то образом организует вот этот самый проект. То есть, если понимать мир как проект. И тогда, вспоминая Макса Планка, я бы сказал, что либо мы можем переродиться, и тогда действительно мир станет другим, мы начнем реализовывать другой проект. Либо мы можем упрямо продолжать свой проект реализовывать, и тогда, да, Кира, то есть все вокруг меняется, мы просто не успели вымереть, да. Вот как-то так. Мне кажется, для человека вообще не принципиально никакой мир. Для него принципиально не то, каким он проснулся, а каким он заснул. Потому что уже с вечера мы прогнозируем то, что с нами будет утром. Никаких особых происшествий не случится. А даже если и случится, человек будет в полном адеквате. Однажды уже случилось то, что должно было случиться. Это произошло с нашими прородителями, с Адамом. Более глобальных изменений не предвидится. Мы сейчас можем, конечно, про апокалипсис просуждать, но это опять же чисто человеческое восприятие. Каков будет этот конец? Поэтому изменения для человека — это прежде всего свое собственное умонастроение. Вот какой я сейчас сам для себя. И вот таким будет для меня мир. А меняется он или нет, и в какую сторону, это уже зависит от нас. И вообще, по-моему, только в нас он и меняется. Я однажды лет в 20, еще не привыкнув к жизни в Ленинграде тогдашнем, обнаружил, что едущие на эскалаторе люди удивительно красивы и хороши. Прямо вот как же, я думаю, не замечал-то их раньше. А оказалось, что я сам в таком настроении, что все хорошо. И вот именно этот эскалатор на Грибоедова в другой день принес мне встречи с такими уродливыми и неприятными людьми. И я понял, что я в плохом состоянии духа. И вот они едут страшные, потому что у меня внутри все страшно. Я к тому хочу сказать, что вообще ничего не меняется. Только вот мы и меняемся. Я сейчас про себя говорю, конечно же. И в зависимости от того, что во мне, то даже коронавирус мы создали в себе сначала, а потом он вышел на улицу. Мне кажется, так. И Господь очень чутко реагирует на изменения в нас. К чему мы готовы, как нас подправить. И посылает нам то радости, то болячки, то горе даже иногда, а то безумную радость. И в зависимости от этого и меняется наше отношение к якобы меняющемуся миру. Вот я так вот. Так, интересно. Наши ученые считают, что вообще-то мир не изменился. Сергей Александрович, ну давайте вы поддержите хотя бы меня и скажите, что мы живем в другой реальности. Во-первых, из того, что я услышал, коллеги, всем добрый вечер. Рад всех видеть. И всех, кого давно знаю, и с кем уже как-то приходилось на одной площадке, в одном пространстве, высказывалось. Мне более близкие высказывания и соображения. Значит, я думаю, что вопрос, Кира, ваш вопрос, он связан немножко, наверное, с другим разворотом. Но наше сознание и наша жизнь, она в бытовом отношении, в повседневном, она достаточно линейна. Наше сознание, оно привыкло к таким очень достаточно простым, логическим связкам. То есть мы живем метанимически. Завтра, сегодня то, что было вчера, ну новая часть завтра, то, что есть сегодня. И вот эта жизнь таким образом продолжается. Когда я себе задаю вопрос о мире, я себе задаю вопрос о мире, когда я испыту некоторый стресс. Вот здесь, вы помните, Мираб Мамардашлили сказал про философию, что для того, чтобы войти в философию, вот с нейтральным эмоциональным состоянием и сознанием в нее невозможно войти. Только когда ты сталкиваешься и встречаешься с некоторыми обстоятельствами, которые тебя встряхнут, ты тогда открыт к восприятию философии. Что значит восприятие философии? Восприятию вертикальных смыслов. Так вот, я скажу, что когда я просыпаюсь, даже если я очень хорошо спал, иногда совершенно случайный взгляд в зеркало, в окно или непонятно откуда влетает мысль в голову, и вдруг твое сознание уходит вертикаль, а оно уходит тогда, когда ты вдруг начинаешь переживать понятие смысла. Ну, собственного смысла, разумеется, в первую очередь. Поэтому мир, меняется он или не меняется, в первую очередь, конечно же, мы меняемся. Бывает так, что мир рушится, землетрясение, а человек сохраняет какую-то внутреннюю ценность и стабильность. Мы задаем вопрос и обращаем свой взгляд в мир не просто тогда, когда он нас вопрошает. Прежде всего, что-то, нечто в нас вопрошает нас самих и вопрошает мир. А это вопрошание возникает в особой ситуации. Особых ситуаций каждый день не бывает. Поэтому, если понедельник – это особый день, способствующий вот этому вопросу, ну, значит, он, наверное, у многих возникает. Поэтому у меня возникает периодический вопрос этот, потому что он возникает со смыслом моей собственной жизни и с целью. Ну, не от скуки, как у Хьюгна рассказано, а, вероятно, где-то я, может быть, теряю связи с чем-то таким другим, не металлимическим, а метафорическим, с вертикальным. Поэтому, Кира Владиславовна, мир наверняка меняется, можно это будет тему продолжать, я готова ее продолжать, как мир меняется и нас меняет. Но это уже чуть-чуть другой, наверное, вопрос, другая тема. Да, спасибо, Сергей Александрович. И вот дальше ваше выступление прекрасно нам всем было слышно. Знаете, мы приходим к выводу, который опровергает исходный тезис. Конец истории, конец человека. Выясняется, что ни для кого из нас конец истории не наступил, потому что мы по-прежнему видим в зеркале все те же лица. Выясняется, что, собственно говоря, повод для рефлексии есть в любые времена. Но, с другой стороны, мы сейчас точно находимся в кризисной точке. И вот, как Сергей Александрович сказал, вот эти кризисные точки – это как раз точка, когда нужно мыслить трансцендентное. А что сегодня является трансцендентным? Сергей Александрович говорил о вертикалях. А куда мы сейчас смотрим? В какие вертикали? Не обязательно в вертикали мы смотрим. Как раз-таки для утопического сознания, которое с Ренессанса началось и продолжается по сей день, трансцендирование предполагает выход по горизонтали, скорее. И если мы смотрим на современное общество, вот этот кипиш весь этот с коронавирусом, с трансгуманизмом, люди практически не видят вертикальной перспективы. Потому что, если бы они видели ее, то не было бы такой паники и так далее. Потому что все равно вертикальная перспектива означает, что как-то высшие силы управляют. А если мы видим только горизонтальную перспективу, ну, как вот марксисты видели горизонтальную перспективу в построении царства божьего здесь. Вот трансгуманисты видят построение какого-то нового такого суперпространства здесь. И тогда в этом смысле прежняя история, которая была, например, до реализации марксистского проекта, или вот прежняя история, которая вот с традиционным гуманизмом была, она заканчивается с их точки зрения. Но это несколько наивный взгляд на вещи. И мне чем-то, знаете, он напоминает, вот я пересматривал не так давно этот диалог Воланда с Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным. Кто же, говорит, управляет человеческим родом? Иван Бездомный говорит, да он сам и управляет, да. А он говорит, ну вот он попадет под трамвай. И что же вы скажете, это он сам с собой так управил? Вот эти все утопические проекты, которые говорят о конце истории, они исходят из того, что люди сами худо-бедно как-то делают свою историю. Ну это вот такой несколько наивный взгляд на вещи. А то, что у нас сейчас у большинства людей нет трансцендентного перспективы, с этим я согласуюсь. Мы все бежим как бы вперед. Собственно, ни один из утопических проектов в том виде, в каком он задумывался, не состоялся. Правда, конечно, истории заканчивались все время. Закончилась там история, например, императорской России. Или там заканчивается конкретная история отдельного человека. Это для него кризис. Ну смерть – это кризис ведь, да. Но это не значит, что заканчивается как бы сама по себе история. И в этом смысле я повторю мой тезис любимого Владимира Семеновича Высоцкого. Конец – это всегда что-то начало. Да и часто вот эти все рассуждения всяких вот Фукуяма там и так далее около с ним в конце истории, что это в большей степени ну как бы хайп там себе сделать на какой-то такой теме, что называется. Ну сделал, молодец. Вот так вот. Коллеги, извините. Вот потому что мы можем очень много говорить в разные стороны. Все-таки, а что мы подразумеваем под концом истории? Давайте договоримся. Если это не Фукуяма, то это очень широкая метафора. Если это широкая метафора, то тогда, конечно, мысли могут пойти в самом разном направлении. Каждый, кто как субъективно представляет себе вообще понятие конца. Потому что у Фукуямы там вполне конкретная трактовка конца истории. Сергей Александрович, я могу ответить вкратце, ну или продолжить эту дискуссию по поводу конца истории. Понятие библейское на самом деле, да? Библия дает нам антологию, картина мира, которая есть в Библии, она исторична, и она предполагает некий финал. Этот финал связан с окончательным развлечением добра и зла, и, собственно, вот привычная нам история, привычная нам, которую, ну, Библия, как бы это ни метафора была, там трактует от грехопадения, она заканчивается, да? Ну, царство Божие, царство Небесное и так далее. Эта тема ушла, и в утопиях под концом истории понимается завершение вот предыдущего какого-то периода. Ну, мы знаем, в марксизме это вот связано с революцией, построением коммунизма, другие утопические проекты есть. Ну и потом третий момент, конец истории для каждого человека, это, ну, смерть его. История-то заканчивается, событийный нас. Умерший уходит за горизонт событий, говоря языком любимой вашего, там, этих астрофизики. Тем не менее, он продолжает присутствовать, да, подобно черной или белой дыре, он влияет на здешнюю, но мы его не видим, да. Это такое вот, кончилась звезда, история звезды закончилась, но она каким-то образом продолжает влиять. Поэтому тут действительно три вот таких вот смысла, но сейчас практически вот, ну, никто о религиозном конце истории, по крайней мере, не говорит, да. В основном вот это, ну, Фукуяма ведь он просто переделал то, что и дал на более, привел в такой более понятный вид то, что Гегель говорил, то, что Маркс, ну, так попроще, да. Адаптировал, ну, и поэтому такая популярность у него и так далее. Так все-таки есть конец истории или нет? А, он периодически наступает. Я думал, что это не история, как у Мора или у Кампанеллы. Конец истории – это обретение вечности. Там уже двигаться никуда не надо, это полный рай, но вот тоталитарный или какой-то. Вот это конец истории, где исчезает категория времени, но это вечности. Кир, можно слово молвить? Да, пожалуйста. Ну, мне кажется, что прежде всего не надо наделять… Знаете, в кинологии есть такое понятие – не надо очеловечивать собак. Ой, очень актуально. Значит, не хочу применять эту метафору к Фукуяме, но, тем не менее, не надо ему приписывать того, что он не подразумевал. Фукуяма – проектчик. Поэтому он вывел определенный вывод из исследования современной политической действительности и сделал вывод о бесспорной победе либеральной демократии. Я думаю, что в этом коррективе не стоит растекаться в мысли по древу. И коли скоро все основные противоречия исчезли, устранены, холодная война закончилась, вот конец именно этой истории он предсказывал. Он не поднимался до богословских высот, он не поднимался до холосовских высот, он просто констатировал определенную политическую реальность. Теперь ваши призывы, уважаемая Кира, к тому, чтобы вас кто-то поддержал, не остались неуслышленными. Я хочу вас поддержать. Спасибо. В зеркало, вглядывание в зеркало. У меня около кровати зеркала нет, я смотрю в зеркало только когда бреешь, и тогда мне не до того. Но я совершенно с вами согласен с вашим первым постулатом о том, что мир изменился, он действительно изменился радикально. Радикальность этого изменения образно описал один мой коллега на недавней конференции. Я позволю эту метафору несколько видоизменить. Он сказал так. Одним из основных кризисов современности, я уже от себя добавлю, является кризис антропологический, когда по сути аналоговую сущность, то есть человека пытаются заформатировать и втеснуть в рамки цифровые. А такие свойственные человеку чувствуют, как любовь, сострадание, самоотверженность, они не оцифровываются. Ну, по крайней мере, для моего понимания это невозможно. Может быть, я ошибаюсь. Но вот само вот это вот противоречие между аналоговой сущностью человека, как человека, существа сознательного, чувствующего, и тем, во что его пытаются втянуть, мне кажется, что это вообще, говоря, тема для отдельного разговора может быть для вас интересна. Я еще хотел бы добавить, что то, что сегодня называется пандемией COVID-19, опять-таки, я не специалист. Я не знаю, можно ли 67 миллионов заболевших при почти 8 миллиардах живущих назвать пандемией. Не знаю. Вообще говоря, по первоначальным установкам ВОЗа нельзя. Но зараза тяжелая. С этим все согласны. У меня у самого, к сожалению, несколько друзей уже ушли просто из жизни. Тяжелая зараза. Но это пандемия или не пандемия, это уже вопрос специалистов. Но то, что это радикально изменило наш образ жизни, всех и сидящих сегодня в вашей аудитории, и сидящих на телевизорах, это факт. Ну, вдумайтесь, на своем собственном примере. Я 8 месяцев, по сути дела, безвылазно сижу на одном месте. Это человек, который едва ли на одном месте находился в прежние времена больше 3-4 дней. Причем, это был не переезд из Санкт-Петербурга в Москву. Конечно, изменился. Ментальность меняется. А вы задумайтесь еще об одном. А как вам термин социальное дистанцирование? Не медицинское дистанцирование, а именно кто-то придумал и бросил социальное дистанцирование. Это для общества, состоящего из субъектов, которые сами по своей сущности социальное. А им социальное дистанцирование в полтора или два метра добавляют. Поэтому, мне кажется, что еще одним аспектом того кризиса, через который мы проходим, является то, что в нем смешалась объективная причинность и субъективная. Кто-то эту причинность добавляет. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. На самом деле от нас требуют телесного дистанцирования, а не социального. Правильно? Ну, называйте это социальным. Это хороший вообще вопрос. Я хотел бы, во-первых, тогда уж уточнить первый тезис. Смотрите, довольно интересная получается вещь, если просто следить даже за нашими собственными речевыми актами. Мы спрашиваем себя, Кира нас спрашивает, изменился ли мир? Мы тут же начинаем говорить, изменилась реальность. Безусловно. Изменился человек, изменились какие-то другие условия и так далее, и так далее, и так далее. Мы все время подменяем понятие мира каким-то другим понятием. Обнаруживаем, что оно действительно поменялось. Действительно, реальность, в смысле порядок вещей, реальность же от латинского ВАРЭС, вещь, порядок связи, ну, конечно, поменялось. Поменялся ли образ жизни? Ну, действительно, как не поменяться, когда ты теперь уже не знаешь, можно подать другому руку или нет? И как он вообще на это отреагирует? И так далее. То есть, в этом смысле, смотрите, это первая вещь. Когда мы пытаемся говорить о мире, мы как-то этот мир описываем в каких-то терминах. Мы каким-то образом тот проект, который сами же реализуем, пытаемся разрабатывать. И можем и замечать какие-то изменения внутри этого проекта. В этом смысле я как раз Кирта поддерживаю и поддерживал с самого начала. Это же, на мой взгляд, выстраивает некоторый мост к второму вопросу. Вот когда мы говорим о необходимости трансцендентного и тем самым противопоставляем его имманентному. Это же парные понятия. Но мало того, что они парные понятия, они ведь понятия, которые всегда с чем-то соотнесены. То есть, если мы говорим о такой системе, как мир, то, например, Бог миру трансцендентен. А наоборот, вещи, события, процессы имманентны. Если мы говорим о сознании, то наоборот, вещи сознанию трансцендентны. В моем сознании вещей нет. В моем сознании есть акты этого самого сознания. И тогда мы можем посмотреть на то пространство, в котором мы с вами находимся. Современная мысль, например, в социально-политическом поле, скажем, постструктуралистская мысль, что нам говорит? Ситуация ковида это ситуация отмены ближнего. Ближний отменен. В каком смысле? В том смысле, что мы в некоторых, по крайней мере, странах не можем пойти с ним проститься. Скажем, в первую волну пандемии в Италии нельзя было пойти на похороны. Мы не можем его обнять, мы не можем к нему прикоснуться, мы не можем с ним встретиться. При этом это все то, что делает ближнего ближним. И в этом смысле мы сразу получаем ответ на вопрос, что оказывается трансцендентным. И по идее выстраивает и горизонталь, и вертикаль вообще-то. Тот самый ближний. Илья Игоревич, у меня такое впечатление создалось, что сегодня ближний и стал этим трансцендентным, недоступным. И может быть для тех людей, для которых вот этот вертикаль с абсолютным сейчас не существует, возникла вот эта проблема, что другой близкий человек, это единственное, к чему он может апеллировать сейчас как к трансцендентному, и он доступен теперь только как трансцендентно, не в своем телесном или вот этом повседневном виде, а вот как некая идея. Можно поспорить? Пожалуйста. Вы знаете, я думаю, что те процессы, о которых мы говорим, наблюдаем в мире, конечно, пандемия в значительной степени как рентген просветила, масштабировала то, что было в более латентном таком состоянии. Ну, где-то добавила в качестве пандемии как некая рефлексия мировая. Она позволила эксплицировать многие вещи. И не потому, что их вообще не было. Они были, но они были в разной стадии, в разной точке, скажем, как бы развития весомости. Что касается другого, вот другого, то ведь задолго до пандемии уже писали, в частности, Игорь Смирнов писал и даже Слаттердайк в своих сферах писал о том, что другой замещается индивидуумом, удвоением своего. И я сомневаюсь, что другой на самом деле является, какой другой? Кто является сегодня для субъекта другим? У каждого свой другой. Часть других находится в горизонтали, конечно, для кого-то метафизическое в вертикали, и в этом смысле каждый в разной степени испытывает свою целостность или идентичность, комфортность и так далее. Я хотел бы сказать, как бы о тренде или о тенденции общей, о которой тоже многие говорили. Вот я, например, не имею предмудростью небес и предмудростью философов, потому что так много уже давно сказано о современности глубоко и верно. Допустим, ближайшим образом любимый, кстати, Кира Ивани Зигумбаума. Но это утрата, мне кажется, субъектности, утрата анонимности, утрата приватности. Утрата интимности. Я честно скажу, я не знаю, вот даже я, насколько моя субъектность, она принадлежит мне, а не кукловоду в виде большого информационного пространства, которое формирует во мне это я. И насколько принимая те или иные решения, находясь в ситуации выбора, я не знаю, в какой степени, скажем, и кто это принимает. поэтому здесь, мне кажется, вот то, о чем Бадриар говорил, замена реального знака, вот мне кажется, что сегодня огромный процесс это означивание присутствия. Мне кажется, я вот, например, дал согласие, не хотел выступать, а потом искусился. Заглядывая себе вовнутрь, я нашел ответ, почему? Я что, ищу истину? Или я пытаюсь сказать то, что еще не сказано? Уже все сказано, многое сказано и про современность и так далее. Наверное, я хотел означать факт своего присутствия в этом мире. Вот это по исследованию философов. Но это какая-то кошмарная инфекция покруче, чем пандемия. Пандемия захватила там не знаю 100 миллионов или сколько, а вот инфекция присутствия в этом мире и означивания. Она, конечно, стала очень характерной чертой этого времени. Ну, Дьюи сказал, что человек, да, ему очень важно получить признание. Вот масштабы этого признания, формы этого признания, где акторами выступают все. Вот это, мне кажется, одна из проблем, которая касается каждого, касается понятия современного субъекта. Кто он и что он? И что удостоверяет сегодня легитимность субъекта? Вот это публичность, что удостоверяет легитимность субъекта? Почему субъект добивается этой легитимности в сетях, в этих, скажем, системах и так далее? Вот для меня это как бы реально проблема, потому что я чувствую, что граница исчезает. Граница исчезает между тем, что раньше я понимал, как, не знаю, дело не в том, что правда легитимность, а между истинным и ложным, между чем-то и чем-то полная энтропия. Спасибо, Сергей Александрович. Вот действительно эти классики произведений о современности, они вообще-то указывали на то, что вот это желание быть замеченным свидетельствует о утрате чего-то, об утрате фундамента, об утрате идентичности, об утрате метафизики и то, что действительно мы все нуждаемся вот в этом фиксировании, что я здесь присутствую, это говорит о том, что мы что-то утратили. Ну а с другой стороны, вот мы так упорно крутим вокруг проблемы конец человека, начиная еще с 20 века, наверное, это тоже фиксирует какой-то симптом, что-то с человеком произошло, и это, то, что произошло, требует от нас вот этой эффекта присутствия в данном случае в цифровом пространстве. А вообще-то, да, это просто наше общение. Отец Илья, что-то вот вы мало сегодня говорите. Я очень внимательно слушаю мудрых людей и перевариваю то, с чем пришел, перевариваю для того, чтобы вынести большее. Да, правильно, чтобы вынести большее. как интересно, мы начали разговор о конце человека, о конце мира, о конце истории, а возвращаемся во всех почти высказываниях к современной проблеме, связанной с эпидемией, с этой болезнью. Но ведь наше дистанцирование, как его ни назови, началось намного раньше, чем появилась эта болезнь. и решение проблемы, связанной с этой болезнью, это не медицина, даже не философия, мне кажется, это прежде всего наше собственное отношение. Ну, начиналось это все тогда с осторожностью, но ведь кто-то даже провозгласил, вот они последние времена наступили среди верующих, да, были такие люди, и есть еще до сих пор. Я подозреваю, что апокалипсис-то наступил тогда, когда один сказал «я в маске», а другой сказал «я без маски». Вот тогда наступает уже апокалипсис, когда люди друг друга видеть не хотят, слышать не хотят, когда они друг другу противны. Какие бы ни были социальные процессы, человек сам для себя решает, он готов на любовь, он хочет этой любви, или ему комфортнее быть в гаджете и конец истории смотреть по вот я с ним и сижу, да, с этим гаджетом, и конец истории смотреть по айфону. Вот историки, подтвердите, мы когда об истории говорим, когда у нас есть письменные источники, да, можно ли считать смс-ку таковым источником? Но если мы все ушли в гаджете, тогда да, конец истории уже для нас состоялся. А мне важно не сама вот эта точка, когда все началось, это более-менее уже человечество определилось, да, верующие-неверующие, по-разному только это все называют. Мне кажется, что важно не вот эта точка финала, а важно то направление, в котором идет каждый человек. Вот вектор, он важнее, чем отрезок пути, намного важнее, направление намного важнее, потому что мы пытаемся осмыслить прошлое, а на самом деле, мне кажется, мы лишь только претендуем на объективность этого знания, оно не такое, мы не знаем мотивов тех людей, которые творили эту историю, мы знаем только факты, взятые, опять же, из тех же самых источников. Потому что если человек способен направить вектор своих устремлений в ту сторону, которую он считает благом, вот тогда он будет творящим духом, а не кучкой пепла за той гранью, которую мы называем смертью. Вот я бы мыслил в такой парадигме. Спасибо. Поддержать хотел бы некоторые мысли, в которых отец Илья... Опять у нас две... Да-да-да. Хорошо загадал. Действительно, вот дело заключается в каком-то таком надрыве внутри самого человека. И вот это вот социальное дистанцирование, которое, в общем, кто-то нормально, кто-то напряженно воспринял. Это лишь очередной этап вот того отчуждения человека от самого себя, от своей собственной сущности. Так можно сказать. Разные точки отсчета этого отчуждения можно искать. Но то, что действительно вот это слово присутствие прозвучало, ведь его, так сказать, узаконил в лексиконе Хайдеггер. И смотрите, человеческое бытие в мире, то есть бытие оказывается чем? Просто присутствием. То есть где оно, подлинное бытие? Бог его знает. Оно оказывается присутствием. А сейчас вот появление вот этой виртуальной среды, оно еще больше как бы удвоило этот эффект. То есть нам и в мире-то не нужно присутствовать. Нам достаточно присутствовать в том, в той виртуальной, в том виртуальности, которую, собственно говоря, она даже и на природу не похожа, и на общество, и так далее. Еще большее отчуждение. А если можно, я сейчас подумала, вот мы говорим о конце человека, о конце истории, вот об этой виртуальности, о цифровом мире. А на самом деле мы здесь говорим о конце именно человека технологизированного, вот того, который живет в мегаполисе. А ведь параллельно с этим есть люди, которые живут вне этой среды. И параллельно происходит конец человека, который живет на земле, в деревне. И мы видим еще один поток человечности, развития человечности. Люди ведь из мегаполисов уезжают, бог знает куда, чтобы никогда не брать в руки этот гаджет. Что это? Это попытка убежать от чего? И вот отец Илья говорил о том, что конец истории в том плане происходит, что действительно мы после себя, возможно, не оставим памяти. Не оставим памяти поколений, потому что разрыв между поколениями все более увеличивается. А с другой стороны, ведь мир Земли, он по-прежнему присутствует. Просто мы о нем ничего не знаем. Я действительно хотел уже, так сказать, то, что действительно 7 миллиардов остальные живут. Мы ориентируемся на жителей крупных городов, вот той части цивилизации, которую мы развитое, развитым миром называем. Но в то же время мы можем после себя не оставить никакой памяти, потому что если вся культура станет цифровой, то эти файлы очень легко стираются нажатием кнопки, и ничего нет. Но, может быть, туда им и дорога нашей цифровой культуре, что она настолько эфемерна и иллюзорна, что ее можно даже поджигать, ничего не нужно. Кликнул в один крик, и все, и ничего не осталось. Значит, такой мир мы создаем. Да, слушаем. Ну, про утопические уголки естественной природной жизни и о глубинах связи с землей, матерью. Конечно, эти локусы, ясно, что те люди, которые лишены доступа к информационному пространству и к той бомбардировке, скажем, интернетом, ну, вообще информации, конечно, они сохраняют свою экологическую, чистоту. И это способствует сохранению каких-то глубинных, базовых ценностей. В этом отношении пространство каждой нации, и в частности, оно неоднородное. Вот я вам скажу, что в Чечне, но здесь существует традиционная культура. И здесь совершенно другая экология культуры. Здесь есть принципы, здесь правила, здесь есть четкие нормы поведения, здесь есть ценности. И они функционируют. Но все равно исследования показывают современные социологические, что и в этот мир с этими ценностями приходит глобальное общество. И оно, конечно же, несет свою разрушающую деструктивную роль. И в этом смысле, мне кажется, финал и движение человечества, это, конечно, оно неизбежно. Рычаг один вырубит свет, но появится другой рычаг, источник информации, который будет поддерживать эту систему дееспособность. Здесь никуда не уйти. Вопрос в другом, мне кажется, вопрос в другом, насколько, скажем, мы можем противостоять, то есть человеческое, сохранение человеческого, противостоять вот этим трендам, которые размывают все. И смотрите, почему я сказал металлиния. Человек постепенно адаптируется ко всему. Раньше в троллейбусах висели таблички «Уступи место старшему». Они исчезли, ну и, в общем, как-то перестали уступать место старшему. Кто-то уступает, кто-то не уступает. То есть общественная мораль, общественная мораль, общественная мораль теряет понятие границы и ценностей. Вот когда я сказал про уничтожение, это не я сказал, это сказал еще все время Фуко, потом развил капитально Баума. Который сказал о уничтожении и смерти приватности и анонимности, и интимности. Ну вот смотрите, конкретный пример с Дзюбой. Он настолько показательный. Общество пришло в эйфорию. Как смачно все это обсуждалось и так далее. Значит, общественная мораль утратила границу защиты бесспорно и однозначно. Потому что это субъектность, это личность, границы которой должны быть неприкасаемы. как частная собственность за границей. Вот мне кажется, вот это проблема. Проблема границы и ощущение человеком этих границ. Как только они начинают плыть, так значит, там уже не поможет никакая деревня. Вот мне кажется, вот это проблема. И когда я говорил, что человек все равно неизбежно превращается в симулятора, тихонечко утрачивая даже своей рефлексии, понимания того, во что он трансформируется, превращается, он превращается во вторую реальность. И в этом смысле он удваивает свое бытие. И мы все, мне кажется, живем в удвоенном бытии. И это есть не только проблема индивидуальной судьбы и субъекта, но это вообще проблема фундаментальная. Как вот из этого человеку выбраться? Удвоение бытия у нас получается всего в два раза больше. Вот я здесь сижу в реальности и при этом идет трансляция, меня кто-то видит в другом мире. То есть меня показывают дважды. Это так классно. Нет, я думаю, что вы уже сидите в удвоенной реальности, потому что у нас конструировано. С таким же успехом можно говорить, что все удваивается, когда мы смотрим в зеркало, как Киров предложили. Я думаю, что это не совсем правильно. Это просто отражение реальности, не более того. А вот я хотел бы предложить вернуться к некоторым понятиям, которые здесь прозвучали. Я не являюсь поклонником Кукуямы, хотя мы с ним встречались, было такое дело. Но вот к вопросу о том, зачем Сергей Александрович решил выступать, я тоже не планировал выступать, Сергей Александрович. Абсолютно. И Киров знали. Ну, просто так, вот, как-то такая обстановка сложилась, и захотелось поговорить, не для того, чтобы покрасоваться. Значит, Фукуяма приводит то, что, в общем-то, не он придумал. Эдентичность имеет два уровня. Это собственная идентичность, внутреннее ощущение человека, как человек себя ощущает. Доволен он собой, недоволен он собой, как он оценивается. И второй уровень, это как этого человека воспринимает внешнее общество. И для человека это тоже очень важно. Так вот, я считаю, что у нас, знаете, человека по-всякому обзывали. И рациональным, и экономическим, и политическим, чем только ни называют. Значит, для того, чтобы не выпустить из тренда, предлагаю еще один термин. Человек интернетный. Потому что, вот, когда батюшка говорит о свободе воли человека, человек интернетный свою свободу отдает, по сути дела, алгоритм. Отдает вот в этот массив данных, который алгоритм оценивает, реализует, а потом начинает влиять на человека таргетированными месседжами, которые он посылает. Это совершенно новое явление, и когда мы говорим о том, каким будет человек, а каким будет тот ребенок, который с молодых ногтей работает, вернее, общается с этими гаджетами, а каким вырастет значит юный человек, для которого, вот как Сергей Александрович говорит, ничего интимного уже не осталось, самые интимные моменты жизни, он уже выбрасывает в этот самый интернет. Что из этого получится? А то, что человечество разделялось, отделялось, политология, есть термин «оттемизация общества». да, это было, это происходит, и это происходит в силу той жизни, которую мы ведем по всей любви. Попробуем защитить интимное, то как-то даже обидно стало. И хочется в этом смысле указать на то измерение интимного, на которое в частности указывает Жан-Люк нан-Си. Он идет от буквального значения слова и говорит, что можно было бы перевести это как наивнутреннейшее, что есть у человека. И в этом отношении мы сразу должны здесь, мне кажется, сделать все-таки некоторую паузу и некоторую остановку, потому что наивнутреннейшее оно ведь меняется. Оно у разных людей, в разных эпохах, в разных культурах, да в разных просто элементарных состояниях совершенно различно. И в ситуации, в которой мы постоянно находимся вроде бы выставленными в пространство взгляда, ну вот мы сидим, нас смотреть можно где угодно, да, мы все время находимся перед какими-то оптическими и так далее приборами, понятно, что там, где мы раньше находили вот это самое внутреннее, уж тем более наивнутреннейшее, его там больше нет. Это не значит, что куда-то делалось само по себе интимное. Это значит, что просто его нет там, где мы привыкли его искать. Вот и все. И стоит в этом смысле просто изменить сам фокус внимания и так далее. И это, вообще говоря, любой из нас может наблюдать еще на одном простейшем таком вот собственном опте. но я вот это заметил, когда в какой-то момент понял, что происходит в процессе преподавания. Вот я сижу перед экраном ноутбука, передо мной сколько-то квадратиков с именами, я уже даже шутку придумал, чувствуешь себя привидением на кладбище, если никто не включает камеры, потому что видишь только имена и какое-то там вот смутное маленькое изображение, поэтому просишь их включить камеры, они включают камеры и смотрите какой эффект возникает совершенно поразительный и отличающий вообще говоря эту ситуацию и эту ситуацию зеркальной. Они антропологически разные. Я смотрю на того или иного человека, ну вот конкретно который есть у меня на экране, а он смотрит тоже куда-то, он ведь не знает, что я на него смотрю. Вот сейчас когда я переведу взгляд Киры на Дмитрия Кириловича, все поймут куда этот взгляд направлен. Встреча взглядов состоится. Когда я смотрю в зеркало, я вообще-то тоже знаю куда смотрю. А вот когда мы с вами смотрим в экран монитора, мы не знаем куда направлен взгляд того самого другого. Вот эта связь оказывается совершенно иной, совершенно разорванной. Вместе с ней рвутся и другие. Здесь я хотела бы сказать, что с одной стороны эта связь разорвана, потому что ты не видишь направленность взгляда, и мне кажется молодое поколение идет по этому пути, у тебя возникает иллюзия, что на тебя смотрят постоянно. Вот я уверена, молодые студентки думают, что вы прямо смотрите им в глазки и не отрываете взгляда. Ну вот это бросает нас в другую ситуацию. Опять-таки нет, я рад за молодых студенток. Пусть думают на ситуацию, которая вообще-то хорошо описана под видом паноптикума. То есть ситуации, в которой все просматривается, а это означает только одно, когда просматривается абсолютно все, это значит, что я по сути все время сам за собой же и наблюдаю. В этом эффект паноптикума. На самом деле может не быть никакого надзирателя, который смотрел бы, что я делаю. Какая разница? Я знаю, что он может смотреть, я знаю, что последует наказание. Надзиратель появляется у меня в голове. В этом смысле это, кстати, тоже очень веселая история. Мне подарили на день рождения ноутбук, но в этом ноутбуке нет видеокамеры. Ну вот веб-камеры там просто нет, как класса. Я, понятно, да, я сам удивился, такое, оказывается, бывает. То есть новейший ноутбук, все замечательно, веб-камеры там нет. А я такой хорош, послушный человек, я там устанавливаю антивирусные программы, еще что-то, устанавливаю и вдруг всплывает окно антивирусной программы. Ваша камера следит за вами. Да, то есть это тоже превращается в определенный культурный код. Ты все время под наблюдением, ты все время под чем-то. И это, конечно, Кира, абсолютно права, это совершенно радикальное отличие. Одно дело быть под наблюдением, другое дело встречаться с кем-то глазами. Кира, можно я добавлю? Потому что только коротко у нас через пять минут все закончится. Я просто как бы цитату приведу. У меня два сейчас очень любимых автора. Это Рене Геном. Я просто смотрю рифмы с современным состоянием, как он очень точно приковывает в 27 или 28 году написал к современности современного мира. И Баум «Я видим, значит существую». Чем больше людей меня видят, тем это неоспориме. У меня вопрос вот какой. По исследованиям социологов интенсивность коммуникаций, переписываний, смс-ками, видеокоммуникаций и так далее, за последние десятилетия многократно люди стали больше и постоянно говорить, они постоянно говорят. У меня вопрос такой. Кризис идентичности переживает человечество. Какой дефицит мы ликвидируем? Что мы ликвидируем этим? Какую недостачу? Почему мы оказываемся в такой зависимости, что нам нужно постоянно говорить и тем самым означивать свое присутствие в этом мире и добиваться этих коммуникаций? Вот интересная загадка. У меня есть свои ответы, но я просто в качестве вопроса для размышления бросил. Это очень большой показатель современного состояния человеческого духа, субъектности. Можно два словечка? Мой текст порождает контекст, из которого я прибыл. Я последние полугода по деревням мотаюсь по-русским, и вот 8 декабря вышел фильм наконец-то человек из стимонихи. Вот если бы дать человеку из стимонихи возможность послушать нас, он бы конечно прифигел, извините за выражение, потому что для него очевидно, что чем лучше человек живет материально, тем меньше он думает о Боге и о детях. Тот человек, который заботится о хлебе ежедневно, он будет думать о детях и о Боге больше, чем человек сытый. И мало того, что мы стали гораздо более и получили возможность себя манифестировать. Понимаете, вот эта манифестация бесконечная тех людей, которым нечего собственно манифестировать, она и порождает этот вирус постоянного мелькания на экране и в интернете. Безделие, вообще говоря, это хуже, чем эпидемия. Если бы человек был занят трудом, то всякая дурь, в том числе цифровизация, к нему бы не пристала. Знаете, я просто заканчивая короткое выступление, просто выпадаю из контекста, когда старца Николая Гурьянова спросили, а что же будет в конце, после истории человеческой, когда мы помрем? А тут, говорят, дети мои, начнется самое интересное. То есть, вот этот миг между прошлым и будущим, там, 70-80 лет, это на самом деле такая ерунда по сравнению с предстоящей нам вечностью, ничего не закончится, самое интересное начнется. Или мы неверующие христиане, если мы так не думаем. Спасибо. Возвращаемся к тому, с чего начинали, что подлинная интимность и подлинная трансцендентность существует. Просто, может быть, мы раньше и не там их искали на самом деле. Мы их не искали. Вот, ну и, наверное, да, у нас, давайте, у каждого из спикеров будет буквально одна минутка, чтобы какой-то завершающий тезис сказать, все-таки конец истории, конец человека, или вообще ничего не происходит, живем как жили. Я просто хочу добавить вот в ответ Валерию, что, к сожалению, вот эта нагруженная цифрой жизнь, это тоже труд, очень тяжелый, выматывающий. Да, и вот нахождение вот в этом процессе коммуникации, оно оставляет человека обессиленным. И получается, что и те, кто пашет на земле, они, у них сил-то больше энергии, чем те, которые как бы в безделье проводят время перед ноутбуком, но сил-то для жизни у них совсем нет. Вот мне жалко их. Ну и вот тут вот у меня по против часовой стрелке спикеры Илья Игоревич, по буквально одной фразе все-таки, да, что сейчас происходит? Ну, если перефразировать, помните, известное высказывание Индиры Ганди, да, нет пути к свободе, свобода и есть путь. То, да что делаем, то и происходит. Я абсолютно оптимистичен в этом отношении. Ничто не отменяет человеческого, оно просто неотменимо. И история заканчивается, как это часто очень бывало, в смысле конкретного отрезка социальной истории. И начинается что-то другое. И всегда это через кризисы какие-то происходят. И не следует преувеличивать, да, потому что ну, всегда тяжело жить, вот все. Мы сегодня произносили эти слова волшебные сегодня, да, трансгуманизм, кибертехнология. Я предлагаю современному человечеству не создавать новых франкенштейнов, потому что франкенштейны без любви это вот и есть тот самый конец, который сами мы себе и предписываем. Поэтому я думаю лучше оставаться человеком в полном смысле этого слова. Оптимистично. Валерий. Я попал в западню к своим 57 годам. Моя шестая дочка бегает ей полтора года, а в марте будет седьмой пацан. И вот думать мне о конечности истории просто мне нельзя, понимаете, потому что не имею возможности такой ежедневно. Меня беспокоит, конечно, то, что их ждет. Я познакомился на свою голову с удивительным проповедником и врачом современности. Он мой ровесник, ему тоже 56 или 57 лет, Вячеслав Боровских из Екатеринбурга. Он лечит помимо разных прочих зависимости и порнозависимость. И он вообще говоря, как отец понимает меня, нам надо будет что-то с этим делать. С семьей мы еще разберемся, как с этим не бороться, как этому дать объяснение и подготовить пацанов и девчонок к этому. Но государство должно в конце концов ставить некоторые плотины на пути к этим бесам, вы понимаете, вернее, бесов к нам. Тут мы должны, все умницы страны должны почувствовать эту проблему, озаботиться ей. Знаете, Владимир Иванович хорошо знает, наверное, Сан Саныча Жарова, который был в Роскомнадзоре главой. Теперь он ушел в еще более такую благополучную ситуацию. Он сейчас в Газпроме медиа работает. Так вот, Сан Саныч Жаров знает точно, зачем выходят люди в интернет. Ребята, 87% подсчитано и зафиксировано. 87% за эротикой и за порнографией. Все остальное, все остальное, кухня, знания, моды, все остальное. За этим они туда ходят, спрашиваются, что ему не хватает. А это означает единственный путь к вымиранию. Потому что тот, кто насладился в интернете, тому неинтересен другой пол. И это проблема, вы понимаете? И я ее должен как-то решить как многодетный отец. И это, знаете, я думал, я ее для себя-то уже едва решил, понимаете, к своему возрасту. А теперь мне надо будет заново ее решать. Уже с более вооруженным врагом. Я еще раз повторю, у бесов появилась масса других возможностей, которых у них раньше не было. И мы должны, конечно же, быть во всеоружии. И государство должно об этом заботиться. Вчера на встрече с Путиным ни одна зараза не задала ему этот вопрос. Журналистика на таком уровне запредельно низком. Ну спросите хоть что-нибудь о русском языке, о цифровизации, в конце концов, о душе. Ну неужели нам только пожрать да поспать-то интересно? Это удивительно, насколько журналистика упала. Хотя вроде бы мы, знаете, как гаишники, не могут быть лучше водителей. Они такие же, как водители. Так же, как и попы. Они не могут быть лучше прихожан. Хотя должны быть лучше прихожан. И государство должно быть лучше нас, бдительнее нас, потому что возможности больше и денег. Вот потому что журналистика сейчас на спаде, философы типа нас. Вот тут собираются и имитируют журналистский формат. Сергей Александрович, ваше заключительное слово очень коротко. Я просто хотел бы пожелать всем нам как бы не утратить цель и смысл, чтобы все-таки по возможности каждый решил и определил эту цель и смысл, так или иначе связывая ее с летниками. Мне кажется, если эта связка будет, независимо от общественной морали и всего прочего, значит, у людей, у человека, у его судьбе есть перспективы. Если этого не будет, то перспективы никаких не будет. Спасибо. Владимир Иванович. Хочу подхватить то, что было сказано Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, переписывание смсками не есть разговор, это есть коммуникация, это совершенно другое состояние. Мне кажется, что практически все мы, кто занимается со студентами, со школьниками, имеем особую ответственность для того, чтобы постараться сохранить не то, что сегодняшнее развитие цифровизации, насильственной цифровизации, можно охарактеризовать как расчеловечивание человека. Мы должны этому противостоять. Спасибо, Владимир Иванович. И мы успешно этому противостоим, потому что, во-первых, мы здесь, в РХГ, собрались вживую, и здесь есть в том числе и наши студенты и магистранты, и поддерживаем личное отношение с нашими друзьями с помощью цифровых технологий. Соответственно, мы видим, что цифровые технологии тоже иногда работают во благо. Дорогие коллеги, всем спасибо, кто был с нами. Благодарим. Спасибо большое вам за ваши проекты. Благодарю. Благодарю. Спасибо. До свидания всем. Всего хорошего. До свидания. Дорогие коллеги, будьте здоровы. Владимир Владимирович, рады вас видеть. Взаимно. Взаимно. Спасибо. До свидания всем. До свидания.